Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках, бдим за основным фундаментом и событиями, которые на них происходят, параллельно стараясь оценивать ситуацию, складывающуюся в отношении тех активов, составляющих нашу спекулятивную деятельность, каждодневную, несмотря на то, что даже многие цели все-таки носят у нас долгосрочный характер. Вынужден я снова отметить то, что позволил рынку навязать себе лично позицию того, что доллар может получить достойную поддержку по факту насыщенной среды. Возможно, снова стал жертвой вот этих избыточных ожиданий. Но, как бы то ни было, вы сами все прекрасно видели. Несмотря даже на те предпосылки, которые на рынке присутствовали, доллар пока, видимо, не очень тяготеет к более высоким ценовым значениям против своих основных конкурентов. Нас особенно интересует пара доллар, японская иена. И вот что-то не хватает этому тандему активов, дуэту, инструментов, чтобы оказаться выше уровня 115, являющегося, на мой взгляд, переломным для того, чтобы пара пошла выше. Разберем мы сегодня ситуацию. Как и всегда, попробуем проанализировать, разобраться и определить, что делать дальше. Начнем, давайте, как всегда, с рынка нефти. Здесь клоус вчерашнего дня 56,53. Сейчас актив торгуется чуть ниже 56,49. То есть бренд рванул с тех уровней, на которых находился во время нашего вчерашнего брифинга. Но рванул, опять же, не туда, куда нужно. Вверх 56,53. Это высокое значение. Если оценивать даже фьючерсные контракты, это максимум за последние две, даже три недели. Давайте попробуем разобраться с фундаментом. Что же, с чем мы работали, как трейдеры, которые следили за и продолжают следить за нефтью. Конечно же, это статистика по запасу нефти. Раз среда, значит, это еженедельный отчет по тому, сколько нефти было за прошлой неделе запасено. В данном случае у нас было неплохое наследие с точки зрения оптимизма для нашей короткой идеи от отчета API, которого вышло накануне, по данным Американского института нефти, запасы выросли на 5,8. Что касается официальной статистики, более объективнее для всего рынка, то здесь также, со знаком плюс, статистика запасов выросли уже четвертую неделю подряд. 6,4 миллиона баррелей. Казалось бы, разве не это тот самый фундамент, который на фоне присутствующих? Еще опасений того, что сделки ОПЕК будет недостаточно, чтобы решить проблему с перенасыщением. Разве этого фундамента не хватит, чтобы притопить позиции нефти, который, в принципе, как актив является сейчас безидейным? Потому что соглашение ОПЕК уже отыграли вдоль и поперек. Но вместо того, чтобы подключить логику, скажем, сейчас мы все-таки понимаем, что на рынке есть и силы, которые пока не позволяют нефти оказаться ниже отметки 55 и подойти к нашей с вами цели, ближайшие 53 доллара за баррель. Что касается позитивных факторов для нефти, поскольку нефть выросла, разумеется, мы просто обязаны сейчас объяснить и найти те факторы, которые стали причинами роста. Их несколько, но вот я сейчас наскреб три. Хотя по значимости давайте начнем с самого менее значимого фактора поддержки. Это сообщение Reuters о том, что на текущий момент договоренности ОПЕК уже выполнены практически на 85%. Это сообщение, которое последовало после того, как Россия частично отчиталась о том, что они сокращают производство на 117 тысяч баррелей и уже снизили добычу. Второй фактор – это рост рисковых активов и, соответственно, слабость доллара. В данном случае здесь акцент на доллар. Слабость американской валюты приводит к росту цен на сырье. И третий фактор, последний по счету, но не по значимости. Я думаю, что он все-таки стал определяющим. То, что помимо статистики по запасам, вы знаете, что в среду мы с вами следим за уровнем добычи нефти в США. И вместо того, чтобы увидеть похожие цифры недель недавности, когда мы констатировали прирост на 17 тысяч баррелей в сутки за неделю, у нас здесь уже сокращение производства на 46 тысяч баррелей до показателя 8,91 миллиона в день, который добывается в США. Довольно странно, конечно же, наблюдать такую цифру. Ну, ладно, был бы прирост незначительный. Но сокращение на 46 тогда, когда мы буквально уже говорили о приросте нефтяных сланцевых терминалов до 566, это какой-то нонсенс и парадокс. Я думаю, что, возможно, это лишь локальный отчет, который не станет началом сохранения тенденции дальнейшего, о снижении производства, потому что это действительно было бы парадоксально. Количество буровых терминалов растет, а объемы по производству нефти снижаются. Я считаю то, что поработаем с цифрами, конечно же, давайте сейчас, но все-таки будем реалистами, в данном случае даже и оптимистами в отношении короткой идеи, и будем ждать все-таки цены на нефть пониже, потому что фундаментальная картина, она не меняется. И думаю, что даже больше скрепчает в пользу того, чтобы этот актив продавать. Рубль 60.10. Вчера вышел отчет ВВП России. Как я и говорил, российская экономика, к сожалению, является жертвой вороха проблем. Их очень много. Это по-прежнему актуальные санкции, это закрытый доступ к изрубежным рынкам заимствования капитала, это сокращение доли экономически активного населения, это низкая производительность труда, катастрофические показатели активности в промышленности и сфере услуг, дефицит бюджета, сырьевая ориентация экономики, отсутствие высокотехнологичных драйверов роста, да куча вообще этих факторов. И вот сейчас мы говорим уже про статистику ООП, который снизился в годовом выражении на 1%. Это, вы понимаете, рецессия страшное значение тогда, когда уже мы слышали от всевозможных ведомств российской экономики о том, что худшие времена уже позади. Ничего подобного, структурные системные проблемы, они никуда не деваются. И если еще проводить параллель с динамикой нефти и ожидания, опять же, того, что в случае возобновления тренда на снижение, эти проблемы снова аукнут еще в большем ключе и приведут к еще большей девальвации рубля. Вчера мы видели растущую нефть, при этом рубль продолжил котироваться выше 60. Это еще раз доказывает, друзья мои, то, что мы уже с вами миновали вот этот предел укрепления рубля. Дорогая валюта явно не нужна, потому что если рубль будет крепчаться и дальше, уже ниже 60 против американца, это даже нейтрализует, опять же, положительный эффект от тех процессов импортозамещения, которые реализовывались в последнее время. Ждем дешевую валюту. Я снова призываюсь к тому, чтобы вы задумывались о том, не пора бы ли сейчас занять длинные сделки, опять же, по этой валютной паре, либо просто запастись физической валютой. Евро, доллары не имеют значения, главное, чтобы не рубли. Дальше идем. Доллар против японской иены. В целом, вчерашний день для доллара стал восстановительным, хотя, опять же, эту позитивную динамику мы уже можем говорить, ну и говорим в прошлом времени, поскольку сегодня на азиатской сессии доллар находится под давлением и, к сожалению, снижается довольно-таки активно. 112.68. С каким фундаментом мы работали вчера? У нас было много отчетов. ADP, статистика, которая предваряет отчет Non-Farm Perils, он у нас уже завтра. Я считаю то, что это последний шанс для доллара выкарабкаться с тех значений, на которых он находится сейчас. Если и Non-Farm Perils будет рачировающим, но тогда нам придется уже на следующей неделе задуматься, все ли мы правильно делаем касательно длинных сделок по доллару. Давайте тогда поговорим об этом уже в понедельник, а сейчас вернемся к тем отчетам, с которыми мы работали. ADP плюс 246 тысяч против прошлого 151 тысяч. Мы ждем в связи с этим хороший релиз по Non-Farm Perils. Индекс разгона инфляции ASM 69,65,5. Еще один позитивный макроэкономический отчет. Индекс ASM в производственном секторе 56,54,7. Ставка ФРС была оставлена на прежнем уровне 0,75%. Что касается комментариев по денежно-кредитной политике, риторика неизменна. Я очень хотел сегодня бы с вами поделиться какими-то дополнительными наблюдениями. Немного измененная, может быть даже сильная измененная политика ФРС. Но не могу этого сделать, потому что в политике ФРС ничего не изменилось. Она остается обещана жесткой. Она не стала более мягкой, потому что американский регулятор допускает по-прежнему повышение процентных ставок. И не один раз, а несколько, потому что этому способствует макроэкономическая картина. Доллар почему не отреагировал на это ростом? Ну, видимо, для доллара сейчас большим фактором неопределенности остается опять же действие господина Трампа. И, к сожалению, на текущий момент мы можем говорить только о тех инициативах, либо о высокопарных высказываниях, которые касаются политики протекционизма. Вот его поверенный по Министерству торговли Навара, как я уже говорил, отметил то, что европейская валюта является недооцененной. Ну, это сознательные действия со стороны европейских монетарных властей, которые формируют такие вот искусственные преимущества в работе с Соединенными Штатами Америки как партнерами. То же самое говорил и Трамп в адресе Японии и Китая, обвиняя их в том, что они провоцируют искусственную девальвацию, создают такие же преимущества, что является абсолютно неправильным. Такие осуждения сейчас рассматриваются именно с точки зрения протекционизма, хотя особого протекционизма я в них и не вижу. Это констатация, возможно, реальности, а мы об этом, кстати, и говорили. Ждем от Трампа не этого, ждем от Трампа стимулирующих реформ, которые он обещал. И пока вот время идет, мы уже с вами в феврале месяце, ну, правда, инаугурация прошла не так давно. И есть еще время, Трамп обещал вот эти реформы в ближайшие 100 дней, так что давайте их ждать. Фонд против американцев. Сейчас 1,2665. Здесь мы с вами сделали правильную ставку, отметив то, что фонд будет расти. Пока британцы поддерживают много факторов. Это статистика, хороший индекс делал активности в производственном секторе 55,9-56,1. Кому-то может показаться то, что отчет хуже прошлого, но на самом деле прошлый был на максимуме за 2,5 месяца. Поэтому то, что он сейчас отошел немного от экстремума, это неплохо. Это все равно говорит о том, что сектор находится в очень хорошем состоянии на максимальных уровнях за несколько лет. Хорошие производственные заказы – это значительный внутренний спрос, поддержка на внутреннем рынке. И еще один позитивный фактор, вот, кстати, его можно приурочить к сегодняшнему дню, актуальные данные. Весь процесс Брекзита, как вы помните, был закольцован решением Верховного суда о том, что нужно подготовить законопроект. Этот законопроект двинуть в парламент для обсуждения в двух палатах. После этого передать снова ТРЗМ, чтобы она инициировала 50-ю статью. Этот процесс, МХАВИК, был запущен сейчас, вот сегодня, в частности. Мы ждем, чтобы этот документ правительство направило в парламент на согласование и обсуждение. Документ в формате белой книги – это прописанная четко спланированная дорожная карта вывода Англии из состава Европейского Союза. Я не думаю, что сегодня будут какие-то негативные настроения в связи с этим. Напротив, уверен, что настроения будут по-прежнему хорошими. А значит, мы фунт с вами как и покупали, так и продолжаем покупать. Ближайшая цель – это 1.27. Я думаю, что остается совсем ерунда до этого уровня. И думаю, даже можно уже замахиваться на цель максимум. Это возможный уход в район даже 1.28. Пока продавать фунт мы с вами не будем торопиться. И сегодня супер-четверг по статистике для Англии, потому что и решение поставки, и решение по объему покупок активов, и протоколы, и прогнозы по инфляции, и, соответственно, еще голосование по поводу изменения монетарной политики. Все, сегодня мы это ждем. Буквально в 15.00 по московскому времени начнутся эти отчеты. После этого в 15.30 состоится еще и пресс-конференция председателя Банка Англии Карта. Послушаем, что он скажет, но в любом случае от фундамента. Я не жду каких-либо серьезных изменений, и жду даже все-таки больше поддержки для британца, о чем я уже говорил. USDCAD вслед за неплохим отчетом по ВВП, который мы наблюдали. Вчера вышел сильный отчет по производственному сектору. Я не ожидал хорошей статистики. В данном случае признаю то, что ошибся. Но не хочу и не верю то, что эта статистика будет иметь систематичное продолжение. Потому что очень много факторов, указывающих на то, что в целом фундамент не изменился. Хочу отметить также, что основной вклад возможен в укрепление канадца. Вчера внесла и нефть, и слабость доллара. То есть, если тренды вот эти изменятся сейчас в ближайшее время, то поддержка 1.30, это как раз станет тем самым отправным пунктом, чтобы мы снова пошли с вами в район 1.35. Я не отказываюсь от длинной сделки по этой валютной паре. Считаю, что она принесет очень хороший профит. Евро обращает внимание только на доллар. Вчера американец подрос, евро просел. Сегодня бакс падает, европейская валюта растет. Фундамент интересного для европейской валюты нет. Поэтому смотрим за долларом и стараемся определить дальнейшее поведение евро. Опять же, потому что показывает доллар. Австралийца, хочу сегодня отметить, он активно растет на азиатской сельсии. Это благодаря данным по состоянию баланса внешней торговли. Если в третьем квартале мы имели дело с дефицитом на несколько миллиардов австралийских долларов, то сейчас уже говорим о профицитном значении в 4.8 миллиарда австралийских долларов. Рост произошел за счет восстановления цен на сырье и увеличения показателей экспорта. Отыгрывает, конечно же, рынок сейчас эту позитивную статистику. Но, опять же, еще дополнительное ускорение паре прибавляет и слабый доллар. Не забывайте о том, что это может быть очень временное явление. Потому что, если рынок переключит свое внимание на потенциал, опять же, который присутствует еще в долларе в плане роста, тогда мы вернемся к прежним коэтиционным трендам. Из важных отчетов сегодняшнего дня. Следим за статистикой по Англии, ждем поддержки для фунта. В 15.15 состоится еще пресс-конференция Драги. Руководители Европейского Центрального Банка. Завтра ее разберем. Не думаю, что она может стать каким-то серьезным импульсом для движения европейской валюты. Потому что все, что хотел Драги, уже сказал во время своего прошлого заседания и во время прошлой пресс-конференции. И в 16.30 еще один отчет перед Non-Farm Perls. Это заявки на пособие по безработице. Вы сами прекрасно видите, что макроэкономическая картина продолжает улучшаться. А в США мы видим и говорим о сильных отчетах. Я надеюсь, что пятничный Non-Farm Perls сможет вытащить доллар с тех уровней, против иены, на которых он находится сейчас. Собственно, на этом все. Огромное всем спасибо за внимание. Увидимся с вами уже завтра. Осталось только пожелать вам, безусловно, прибыльных сделок, хорошей, удачной торговой сессии. И снова повторяю. Пожалуйста, не злоупотребляйтесь рисками. Даже тогда, когда вам кажется, что ситуация прям 100% принесет хороший результат. Нужно контролировать риски. Рынок Форекс в круглосрочной перспективе для любой финансовой площадки – это высоковолатильная среда. И даже если мы правильно определяем направление, перед тем, как рынок пойдет в том или ином спрогнозированном, собственно, векторе, он может очень неплохо откатить назад, то есть в противоположную сторону. Вот как раз к этому и нужно быть готовым. Контроль плеча, не превышение 1 к 10 нагрузки на депозиты, позволяет изначально ограничивать те убытки, с которыми трейдеры всегда сталкиваются, скажем так. Еще раз большое спасибо за внимание. Удачной торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.